Это Людмила. В том числе и независимую информацию, развлекает, выступает площадкой для общественных дискуссий. Проблемы возникли у пары провайдеров Ростелекома и Теледва. Их версия — технические проблемы. И что этих проблем стоило ожидать из-за износа оборудования, созданного для лучшей работы Ютуба, эти серверы не обновлялись из-за войны и санкций. Источник издания «Медуза» в телекоммуникационной отрасли считает, что проблемы с работой сервиса рукотворные. И что это Роскомнадзор начал тестировать замедление Ютуба именно на этих двух провайдерах на Ростелекоме и Теледва. Здесь специалист по информационной безопасности Вадим Андреев. Приветствую. Приветствую вас. И сразу самого интересного по вашему замедлению или устарело оборудование Google Global Cash? Во-первых, важно понимать, что сейчас нам известна позиция только одной стороны, а именно провайдера Ростелеком, который сделал официальное заявление. И, если я правильно понимаю, Теледва еще было заявление, которое сообщает о неполадках в работе оборудования сервисов Google Global Cash. Однако, для того, чтобы получить более полную информацию, конечно, важен официальный комментарий от компании непосредственно Google Alphabet. Наблюдают ли они перегрузку и выход из строя ранее предоставленного ими провайдером оборудования Google Global Cash, собственно, самих серверов. У них, естественно, есть возможность телеметрически отслеживать работу этих серверов. Мы не можем сказать, есть ли возможность у них понимать, почему тот или иной сервер вышел из строя или стал работать медленнее. Но, в любом случае, важна позиция самой компании. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что сотрудников компании Google сейчас в России нет. И лично убедиться в том, что сервера передают достоверную информацию, конечно, Google не может. Почему те или иные сервера отключаются у них? Почему они замедляются? Что именно происходит? То есть, стопроцентной информации нет и у самого Google. Вы сказали про ожидание комментариев от Google. Пресс-секретарь президента России Песков уже успел прокомментировать. Сказал, проблема в оборудовании. Западные компании, если не хотят обновлять оборудование, установленное у российских провайдеров, ну, вот так и будет происходить. Мы никаких действий по препятствованию работе YouTube предпринимать не будем. У него уточнили, не будете замедлять? Он сказал, нет, я не сказал, не будем замедлять. Я сказал, не будем препятствовать работе сервиса YouTube. Ну, то есть, понятно, что Песков может сказать «завтра забрать свое слово», но, тем не менее, эта казуистика, то, как это звучит, тоже кажется небесполезным иметь в виду. Все-таки можно, я прямо спрошу, вы в пользу какой версии вот сейчас, исходя из того, что известно, что это рукотворно, Роскомнадзор, российские власти или что устарело оборудование? Я думаю, перед тем, как сделать какой-то окончательный вывод, стоит, наверное, эту ситуацию описать ретроспективно, начиная с 2017 года, когда, собственно, Роскомнадзор и Федеральная служба безопасности обратили внимание на то, что у провайдеров на территории России находится какое-то оборудование, предоставленное компанией Google, собственно, сервера так называемой системы Google Global Cash. И в 2016 году Роскомнадзор и ФСБ предупредили провайдеров, что будут их штрафовать, если они продолжат использовать несертифицированное оборудование. Более того, в начале 2018 года Роскомнадзор даже оштрафовал нескольких провайдеров по административной статье за использование несертифицированного оборудования. Впоследствии о подобных случаях уже слышно не было. Вероятнее всего, Google провел сертификацию, получил соответствующие сертификаты для использования этого оборудования, и в дальнейшем оно уже устанавливалось и обслуживалось без проблем, вплоть до 2022 года. В апреле 2022 года Роскомнадзор официально заявил о применении к сервисам Google мер цифрового подуждения в виде запрета рекламы ресурсов. Но факт в том, что Роскомнадзор прямо указал на то, что компания Google не исполняет обязанности по удалению информации, которую Роскомнадзор считает запрещенной, экстремистской и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации. И, собственно, в течение 2022 года компания Google из России вынуждена была уйти, но при этом Google не забрал свои сервера, не забрал свое оборудование. Оборудование продолжало работать и продолжает работать и сейчас. Важно понимать, что сервера Google Global Cache обеспечивают работу не только YouTube, но и любых статических файлов, которые предоставляет Google. Сюда относятся и Google карты, и обновление Android, Chrome, магазин Google Play. То есть все эти сервисы тоже будут работать медленнее при выходе из строя по любой причине этих самых серверов. Выходят ли сервера из строя по причине отказа в обслуживании, износа, что сейчас, собственно, и заявляют официальные органы, либо по причине принудительного отключения. Что интересно, это похоже на предложение сотрудничать и поставлять провайдерам новые версии серверов, новое оборудование и каким-то образом выходить на контакт. Как будто бы выглядит это таким образом. Но если мы посмотрим, как выглядят разнообразные инициативы, связанные с переговорами со стороны властей Российской Федерации, все это может быть исключительно и декларациями. Неоднократно представители власти Российской Федерации, в частности глава Цифрового комитета Государственной Думы Александр Хинштейн, заявлял, например, что беспрепятственная работа Гугла и Ютуба тоже в том числе, это, скажем так, не заслуга компании Google, но благорасположение и недоработка со стороны непосредственно властей Российской Федерации. Поэтому, откровенно говоря, обе версии имеют право на существование. Пока нет комментариев со стороны компании Google, со стороны разработчика этих самых решений, со стороны изготовителя этих серверов, относительно того, сколько они действительно должны работать, в какой обстановке, как часто требуется уход этим самым серверам, какое-то обслуживание, проводилось ли это обслуживание удаленно, обновление, допустим, программного обеспечения. Мы этого пока на данный момент не знаем. Если компания Google подтвердит, что действительно два года без обслуживания эти сервера работать не могут, и действительно возможно, что они выходят из строя, в любом случае мы получим позицию, что да, это возможно. Естественно, износ действительно возможен. Я все равно хочу от вас добиться. Я понимаю, что вы крайне осторожны, но подкаст несколько безответственный жанр. Мне кажется, можно позволить себе небольшую спекуляцию. Вы, когда первый раз увидели этот заголовок, полезли читать новости, вы подумали сразу «О, началось» или «Ха, случилось», в смысле устарело оборудование. Если интересует лично мое мнение, я бы предположил, что скорее случилось. Скорее случилось, но случилось то, чего давно ожидали, на самом деле, со всех сторон, чего давно ожидали и специалисты в области IT, и ожидали в том числе и власти Российской Федерации. Если взять за основу все-таки версию рукотворную, может ли это быть похоже на блокировку Телеграма, когда по пути, стараясь замедлить один ресурс или препятствовать его работе, сломали много всего? Вы только что про это упомянули, и, надо сказать, не так давно мы разговаривали в этом подкасте с Михаилом Кальмаревым, который тоже говорил, но очень трудно в России сломать Google, не подорвав работоспособность многих-многих сервисов российского сегмента интернета. Да, я поддержу такую позицию, что и в том случае, если это рукотворные действия, и в том случае, если замедление действительно связано с проблемами технического характера. Проблемы, на самом деле, возникнут далеко не только у YouTube. Во-первых, конечно же, это сервисы Google и многочисленные сторонние сервисы, частные сервисы, государственные сервисы, которые тем или иным образом завязаны на сервисах от компании Google. У Google сотни разнообразных сервисов, немалая часть которых направлена на поддержание, в принципе, стабильности работы интернета, на поддержание связности работы интернета в целом, в мире или даже непосредственно в нашем регионе. А замедлить YouTube и при этом не сломать интернет можно? Мы говорим про оборудование, которое специально поставили у провайдеров, для того, чтобы нам, пользователям, было удобней. Ну, то есть, очень грубо описывая, как устроен этот механизм, есть сохраненные куски YouTube, внушительные куски YouTube, которые географически даже расположены близко, и для того, чтобы вы загрузили свой ролик, вам не нужно обращаться к вашему компьютеру, условно, в Соединенные Штаты, в Калифорнию, все здесь есть на месте, поэтому быстро загружается. Вот замедлить конкретно YouTube, но не сломать все остальное, это технически реализуемо? Я выскажусь так, что скорее, да, учитывая, что вот эти самые, как вы сказали, куски YouTube, кэшированные, сохраненные, находятся на том оборудовании, которое физически стоит на коммутаторе или в дата-центре у провайдера. Провайдер имеет возможность, конечно же, контролировать тот трафик, который входит на данный сервер и выходит из него. Технологии на сегодняшний день, позволяющие вычленять трафик, определенный, например, видеотрафик, конечно же, существуют. Поэтому замедлить доступ к кэшированной части видеозаписей на YouTube, учитывая, что они находятся непосредственно в руках у провайдеров, конечно же, возможности есть, учитывая, что провайдеры, в свою очередь, обязаны исполнять решение, которое им спускает Роскомнадзор. Когда мы говорим про блокировку YouTube, и я настаиваю на том, что это рукотворно делается, я опираюсь на многие-многие разговоры, которые в последние пару лет точно ведутся с незавидной регулярностью, и в этом подкасте мы тоже про это говорили. Конечно, такое медиа, как YouTube, в путинской России существовать не может, его аудитория сравнима с телевидением, почти все интернет-население, все интернет-пользователи страны его смотрят, многие ежедневно. Причем блокировать YouTube целиком, напоминаю я, те разговоры, смысла нет. И когда мы это увидим, в разное время назывался, разный срок, кому-то казалось, что прямо после президентских выборов это необходимо сделать. Кто-то думал, что до, если вы еще помните, что не так давно было голосование президентское в Российской Федерации. И, дескать, замедление – хороший сценарий, потому что никто не любит смотреть, как крутится на экране вот этот кружок загрузки. И если испортить этот сервис, испортить возможность быстро загружать ролики, то большая аудитория сама отпадет. Кроме того, мы наблюдали расширение предложения на российских видеоплатформах, ВК-видео, Рутуб, недавняя платформа от RT. Кто-то, наверное, еще может вспомнить какие-то. Я считаю, что вот эти, да, наверное, основные. И, мягко скажем, они не были очень успешны, но в условиях, когда наступает монополия, когда основной игрок, основной сервис неудобен, вполне себе могут и прирасти, может, и там заведется жизнь. Плюс были разговоры про белый YouTube, да, а вот российские власти настроят такую систему, что запрещенное смотреть нельзя будет, разрешенное, и почти все остальное можно. Ну, то есть этот сценарий как будто ожидался, поэтому сейчас про рукотворное как-то думается легче. Вы склонны поддаваться вот этой инерции мышления? Скажем так, данных все равно со второй стороны нет, но я могу высказать еще один довод, который может быть использован вами в поддержку своей версии. Мы знаем только о, кавычках, выходе из строя серверов, потому что это еще не проверено, у двух провайдеров. Это именно Ростелеком, ключевой провайдер, который всегда первым реализует, собственно, идеи и решения власти Российской Федерации, и Теледва. У всех остальных провайдеров все работает нормально. Поэтому этот довод вы тоже можете использовать в поддержку своей версии. Я бы даже сказал, что это два провайдера, мало того, что крупных, ну, в случае с Ростелеком, да, крупные, они еще такие, около государственные, близки к власти в смысле собственности. Ну, не без этого, не без этого, конечно. Стоит еще учитывать, что чем больше провайдер, чем больше нагрузка через этого провайдера на сервера и на точки обмена трафика Google, тем активнее Google, на самом деле, с такими провайдерами и сотрудничал, для того, чтобы облегчить нагрузку на свои собственные точки обмена трафиком. Поэтому, действительно, учитывая объем того трафика, который всегда шел через Ростелеком, у Ростелекома и больше этих самых серверов, и расположены они в большем количестве точек. Можно попробовать нарисовать какую-то перспективу, исходя из обеих версий. Если устарело оборудование, произошел износ, Российская Федерация находится под санкциями, как легко и как быстро это может быть восстановлено, а если это рукотворно, то как скоро этот тестовый режим раскатают на всех? Вы совершенно правильно обратили внимание, заметили, что как таковая блокировка YouTube ожидается уже на протяжении нескольких лет. И несколько лет специалисты в области сетевых технологий утверждают, что инструменты для замедления YouTube и даже для попытки его полной блокировки в руках у властей действительно есть. Поэтому мы сегодня находимся ровно на такой же позиции. Мы считаем, что это может произойти и сегодня вечером, и завтра утром могут проснуться пользователи Российской Федерации, наблюдая у себя на экранах исключительно вращающийся кружок и массу предложений перейти в альтернативные сервисы. Одна аналогичная история может постигнуть и, соответственно, пользователей Google Card. Что им останется делать? Им не останется ничего другого, кроме как либо очень-очень-очень медленно ездить, используя сервисы Google Card и ожидая их точно такой же медленной-медленной подгрузки, либо переходить на альтернативные сервисы. Продолжая стоять на позиции, что здесь мы наблюдаем скорее совпадение интересов и фактических обстоятельств. Потому что что такого особенного произошло именно сегодня, в июле 2024 года, чего не происходило год назад или два года назад, когда точно таким же образом сервера Google Global Cash были под полным контролем у провайдеров, провайдеры под полным контролем Роскомнадзора, Роскомнадзор, соответственно, госорган. Все это могло быть выключено в принудительном порядке и раньше. Высказывались мнения, что раньше не было достаточно надежной, хорошей альтернативы для YouTube. Например, того, что если бы подобное произошло в 2022 или 2023 году, учитывая отсутствие альтернативы в виде каких-то российских сервисов, люди вынуждены были бы либо перейти внезапно на чтение каких-то текстовых материалов, изучение каких-то графических картинок, или занимать себя чем-то более интересным, чем сидение в интернете, там выход на улицу, например. Что, естественно, совершенно не нужно властям Российской Федерации. Наоборот, значительно удобнее, если все сидят по домам и постепенно понемножечку потребляют какой-то интернет-контент. Люди в этом случае гораздо более предсказуемы. Поэтому, скорее всего-таки, можно предположить, что действительно возникли какие-то проблемы, связанные с использованием оборудования. Ну и почему бы не использовать эти проблемы для того, чтобы протестировать фактические блокировки для начала на уровне замедления. Если бы вы пытались какой-то тайминг набросать, исходя из технических возможностей, вы бы сказали, что YouTube в России станет намного менее популярным ресурсом из технических вещей, то, о чем мы говорили. Неудобно пользоваться, долго загружается. То это сколько? Полгода, два месяца, неделя? — Скорее к концу отпускного сезона, поскольку вот все-таки в отпуске люди склонны все-таки куда-то ездить, прогуливаться, не так сильно потреблять интернет-трафик. А вот к концу отпускного сезона возвращение людей домой, в города, с тем, как погода будет портиться, то есть ближе к осени. Если YouTube продолжит тормозить, массовая история, конечно же, будет переходить на альтернативные сервисы. Прямо заметно начнет. Я бы предположил таким образом. — Что это за альтернативы? Причем лояльные и нелояльные. ВК-видео, кажется, самой развитой инвестицией в него было сделано больше Рутубу и тем более платформе не впрок. Забыл я, кстати, у Яндекса же есть, Яндекс.Дзен, там тоже есть плеер и свой видеосервис. А из альтернативных, неподцензурных, Телеграм пока на него не нажмут. — Это и Телеграм, и разнообразные децентрализованные сервисы, которые, тем не менее, хоть и свободны от какого бы то ни было контроля, но в действительности работают не очень быстро. То есть альтернативу скорости работы и качеству работы, просмотру самых-самых-самых последних новостей, самых качественных новых видео, может предположить, пожалуй, только те сервисы, которые поддерживаются сейчас российским государством на уровне системной поддержки. То есть, да, действительно, это и сервисы Mail.ru Group, ВК, это и Яндекс, это и Рутуб. Ну, то есть, естественно, такой уровень передачи видео в подобном качестве, как, собственно, предполагает Ютуб, могут предоставить только крупнейшие сервисы от крупнейших российских компаний. Ну и, естественно, с некоторым госучастием. — Я очень коротко и даже скажу, успешно перечислю, что случится, когда уйдет Ютуб. Почему это не очень хорошо? Успешно, потому что много раз это обсуждалось, и, наверное, нет смысла повторяться. Вдруг кто-то забыл. Чем важен Ютуб? Тем, что он не подцензурный, и тем, что у него уникальный глобальное конкурентное преимущество — алгоритм рекомендаций. Когда ты смотришь Ютуб, он тебя так вовлекает и предлагает тебе новые ролики, исходя из понимаемых им твоих интересов, таким образом, что часто угадывает, и если ты посмотрел одно интервью с независимым журналистом, тебе могут предложить второе. Это очень важная вещь для, в том числе, новых проектов, для распространения свободной информации, не под контрольной никакому из государств. В случае с российскими сервисами и алгоритмы хромают, ну и, собственно, цензура, цензура, цензура. Ничего хорошего в этом нет. Это то, что потеряет в первую очередь аудитория. И понятно, что те, кто и так очень хотел слушать или смотреть «Медузу», он найдет себе, каким образом посмотреть контент. А вот те, кто никогда о ней не слышал или не читали, не смотрели какое-то время, а тут вот им никто не предлагает больше в качестве рекомендации этого, они и не придут. В этом, кажется, большая проблема. Я тут несколько эгостично с позиции «Медузы» это сказал, но это касается массы других вещей, массы других говорящих, рассказывающих, показывающих. Кажется, в этом общественные значения YouTube сейчас поправьте или дополните, если считаете некорректно. Да-да, я здесь хотел бы поддержать, что здесь речь идет не о битве за Рунет, не о битве за свободу распространения информации, а о битве за массового зрителя, массового пользователя. То есть замедление YouTube, выключение полное даже вот этих самых серверов Google Global Cash не ограничит тех, кто искренне стремится получать информацию из YouTube, а будут из других независимых источников. То есть таким образом доступ к информации не будет перекрыт окончательно. Но произойдет отпадение массовой аудитории, произойдет отпадение той аудитории, которая не ярко мотивирована на получение определенной конкретной информации, доступ которой ограничен. То есть сейчас речь идет о битве за массового зрителя. Можете ли вы себе представить какой-то компромисс или даже сопротивление со стороны корпорации YouTube? Ну вот до этого она бывало шла навстречу власти, удаляла на том же YouTube видео, которые российской власти не нравились, и в том числе после большого вторжения были такие случаи неоднократно. Но вот сейчас они вдруг решат, найдем способ поставить оборудование в России, потому что, ну не знаю почему, доля рынка или идеалы свободы распространения информации. Или поставим оборудование каким-то другим, более хитрым образом, не в России, так чтобы люди в России могли смотреть контент, независимый от государства. Представляете вы себе технически и идеологически, с точки зрения мотивации корпорации, такой сценарий? Ну рассмотрим оба варианта. Вариант первый — это пойти на некоторые уступки в обмен на установку оборудования. Здесь есть масса препятствий. Если мы уже упомянули санкционные препятствия, то есть прямое законодательное ограничение на запрет поставок цифрового телекоммуникационного оборудования в России для американской компании, то ведь нам необходимо еще говорить о тех договоренностях, на которые фактически придется пойти компания Google для того, чтобы ей разрешили поставить и обслуживать свое оборудование. И эти договоренности ведь не ограничатся удалением или блокировкой тех или иных каналов. Google — глобальная корпорация, которая поддерживает функционал не только YouTube. Google поддерживает функционал Google Диска, Google Почты, функционирование работы Google Устройств, в том числе отслеживание перемещения Google Устройств и так далее. И доступ ко всем этим данным, конечно же, потребуют российские власти в соответствии с антитеррористическим пакетом Яровой, а именно доступ к перепискам интересующих властей лиц, доступ к геолокациям интересующих властей телефонов интересующих лиц и многое-многое-многое-многое другое. То есть однозначно одной блокировкой каких-то нескольких десятков YouTube-каналов вопрос, конечно же, не ограничится. И компании Google фактически придется пойти на нарушение целого ряда прав. Право на приватность, право на свободу распространения информации всего лишь для того, чтобы сохранить свою российскую аудиторию, которая для компании Google далеко не является, как мы уже давным-давно увидели, корневой, ключевой или действительно значимой по объему или в сумме генерируемого, допустим, контента или финансовой прибыли. То есть это однозначно не тот приоритет, который есть у компании Google. Увидели вы, имеете в виду, что рекламу они сняли в России с началом вторжения и не заплакали? Да, 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 об этом речь. Полное снятие рекламы, соответственно, отказ от заработка и фактически поддержание функционирования передачи данных за свой фактический счет. То есть это первый момент. Это если они пойдут на уступки. Если мы будем говорить про уступки, то это коготок увяз, все птички пропасть. Уступки не ограничатся блокировкой отдельных YouTube-каналов. Второй вариант – это установка дополнительных серверов вокруг, допустим, поблизости, от России и так далее. Такой вариант действительно возможен, но при этом он не решит эту проблему замедления кардинально, поскольку нагрузка на точки обмена трафиком все равно вырастет, все равно максимально качественный, высокий разрешение, контент, тяжелый так называемый, все равно будет подаваться с некоторыми задержками. В этом случае будет реально значимое местоположение пользователей этого контента и расположение серверов. То есть сомнительно, что Google сможет поставить свои сервера, например, в Корее и Китае, однако есть возможность, что это получится сделать, допустим, где-то в Европе. Поэтому жители европейской территории России здесь окажутся в плюсе. Те же, кто живет на Дальнем Востоке, скорее всего, плюсов здесь не заметят. И, конечно же, есть третий вариант – полного игнорирования ситуации со стороны компании Google. Отказ от какого-то-нибудь сотрудничества в какой-либо форме. Отказ от дополнительных, там, миллиардных расходов на установку дополнительных серверов. И, собственно, бизнес as usual. А дальше уже пусть пользователи в подконтрольной юрисдикции разбираются, кто как может, кто так и получает этот самый трафик. Ну или смотрят в малом разрешении, или используют какие-то способы отхода блокировок, те же самые, там, какие-то VPN-ы, например. Или же подказываются от просмотра. То есть это третий вариант, пожалуй, наиболее вероятен, скорее, здесь. Все, что сейчас понятно, 12 июля 2024 года мы с вами обсудили. Спасибо большое. Спасибо. Дождитесь, говоря я слушателям, небольшого анонса объявления. Дело в том, что на этой неделе в нашем подкасте будет не пять выпусков, как обычно, а шесть. Этот эпизод подкаста «Что случилось?» вышел 12 июля 2024 года в пятницу, а следующий ждите не в понедельник, а в субботу, 13 числа. Вот так мы спланировали темы, так поговорили с уважаемыми гостями, что на один эпизод получилось больше, и это ведь скорее хорошо, не так ли? Так что сверхурочный выпуск с, пусть будет спойлер, Александром Габуевым встречайте 13 числа месяца июля 2024 года. Оплатить нашу регулярную и сверхурочную работу или отплатить нам за нее, как угодно, можно двумя путями. Если у вас вводятся деньги, если вы в безопасной стране, не в России, то есть оформите, пожалуйста, регулярное пожертвование «Медузе», это основной источник финансирования редакции. Если нам удастся увеличить всего на несколько тысяч человек число регулярных жертвователей, и если еще сможет подрасти сама сумма до 15 евро в месяц и выше с каждого жертвующего ООНа шаганимое издание, тем самым отодвинется от угрозы закрытия очень-очень серьезно. Эта угроза, она, к сожалению, всегда рядом, и в этом году пододвинулась ближе обычного. Второй способ помочь редакции — лайки, подписка, комментарии, в том числе на замедляемом или замедляющемся Ютюбе. В канале подкаста «Медузы» все это можно сделать. Спасибо всем, кто проявляет такую активность. Она, к слову, безопасна для вас, в том числе в России. И, не скрою, безумно приятно тем, кто работает над этим подкастом. Заходишь, посмотреть на комментарии, а там их много, они еще часто добрые. Красота. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова